меня мучает ужасный насморк мы таки смогли записаться в поликлинику слава богу вот поэтому у меня есть время еще с вами немножко поболтать помимо того что посмотрела вот вот этот вот канал до которым я уже рассказывала только что я говорила что я тут написала катя колесникова блогер она рассказала переезде во владивосток а так как мы сами люди которые переехали переехали на такое вот большое расстояние меня эти темы постоянно интересуют особенно в последнее время я очень интересуюсь людьми которые куда-либо переехали которым не совсем например подошел климат о том кто переезжал даже несколько раз думаю что это вот все там твой пункт назначения ты теперь будешь жить здесь а нет как бы до после бритого затылка волосы смотрятся очень жидко когда-то когда это все что у тебя осталось вот это вот это все что у тебя осталось блин волосы смотрятся очень жидко после бритого затылка теперь кстати отрастает где тоже вот столько наверно отросло. Вот. Теперь я отращиваю. То, знаете, челку выстряхла, потом отращиваю. То, вот тут. То вообще я обрезала к хренам собачьим и в блондинку перекрасилась. Я так понимаю, что шиза, она будет одолевать меня все равно в плане внешности. Периодически, да. Что мне нравится в этой помаде? Как я уже рассказывала, он высморкалась. То есть все, никуда не съехала. Осталось на губах все прекрасно и замечательно. Надо попить кофеечку, кстати. Вот. Проветриваю комнату. Открыла окно. Вот. Может, меня продует после этого. А может быть и нет. Значит, мне эта тема очень интересна, когда кто-то тоже на дальнее расстояние переезжал так же, как мы. И особенно мне это интересно сейчас. А почему я расскажу об этом как-нибудь в другой раз. Значит, я смотрела так же очень много видео Вероники Степановой о материнских ошибках и так далее, и тому подобное. Вот. И меня эта тема очень-очень волнует на самом деле. Вот. Потому что я замечаю кучу материнских ошибок в плане воспитания меня у моей мамы. Я также замечаю и кучу материнских ошибок. То, как на меня это повлияло. Вот. Куча материнских ошибок в том, как воспитывала моя бабушка, мою маму. Я также не скрываю, что у меня у самой есть очень много материнских ошибок. Но мое главное отличие это то, что от некоторых женщин, да, я не говорю сейчас о женщинах моей семье, да. Я хочу сказать именно о том, что меня отличает от многих других женщин от то, что я свои ошибки признаю. И я стараюсь их на берегу решить. Я стараюсь стать лучше. Я стараюсь переделать какие-то моменты, которых я была не права по отношению к своему ребенку. Я стараюсь быть лучше. Я стараюсь совершенствоваться. Я стараюсь всегда быть лучше. И для меня многие вещи, о которых я узнаю, оказывается, о, здесь там посягнула на что-то там лично какое-то, здесь там вот была не права, там где-то не дослушала, где-то не досмотрела, где-то приругнула лишний раз, где-то там вообще надо подход поменять. Я все это смотрю, я раскрываю глаза, пошире, так сказать, свои, на свои ошибки и стараюсь это все как можно быстрее исправлять. Вот, давайте поговорим еще, что я смотрела за фильмы и так далее. В общем-то, я посмотрела фильм, мы посмотрели фильм перед Новым Годом на Новый Год семьей новогодний папа. Очень клевый фильм, нам так понравилось, добрый, семейный, вот я прям рекомендую. Действительно, он, и причем он очень душевный, он прям, прям за душу берет фильм, прям за душу берет и очень, я не буду говорить больше просто новогодний папа, посмотрите, прям, прям берет за душу. Также мне очень нравится передача «Все буду доброе» вот с Надеждой Матвеевой, и в январе я очень много просмотрела этих передач, этих выпусков, я в восторге. Еще хочу порекомендовать фильм «Млечный путь». Он, конечно, скучноватый, и я в диком шоке с безответственности взрослых людей по отношению друг к другу, по отношению к безответственности мужчины, по отношению к своей семье, к своей жене, к своим детям, безответственности по отношению женщины к своим детям, вот, и так далее, к слишком сильной категоричности в плане вот отношений к мужу, но тем не менее фильм новогодний. Но я считаю, что так безответственно себя вести, как они, двое взрослых, имея детей, как они безответственно повели себя с этими детьми, они могли сами в этом фильме, кстати, погибнуть, ну, сюжет, да, если раскрутить, развернуть, вот, подумать, точно так же и дети их могли погибнуть из-за их безответственности, вот. Это... Еще там был момент какой-то... Ох, господи, там она как-то пошутила с щелкунчиком. А, то ли уйдя отсюда гаденыш, как-то так, и потом все, Дамир как подхватил, начал постоянно эту фразу говорить. Вот. Вот. Также мне мама порекомендовала посмотреть музыку, послушать музыку христианскую на ютубе такой блогерки, как Дарина Качанжи. Вот. И несмотря на тот факт, что она является, я так понимаю, баптисткой, девочкой верующей и так далее, хотя у нее прекрасный голос, вот, и прям такой свет от нее, такое тепло, такая душевность и так далее, я то ли к сожалению, то ли не к сожалению, но я не могу. Несмотря на то, что мне понравились песни, мне действительно оно затронуло до глубины души. Я действительно была в восторге и от ее вокала, и от ее посыл, и от ее какой-то ауры невероятной. Вот действительно она как будто вот от Бога пела. Несмотря на все эти моменты, я не являюсь глубоко верующим человеком, скажем так, и по этой причине я, ну, все равно не до конца прониклась, как ни крути. Вот. Ну, кому интересно, послушайте. Особенно перед Рождеством очень здорово послушать, перед Новым годом. Очень так вот атмосферно. Или в какие-то тяжелые моменты. Вот в какие-то тяжелые моменты в своей жизни тоже очень хороша музыка эта. Фильм «Вот и Рождество». Фильм американский о Рождестве. Очень затронуло меня особенно пение в самом конце фильма. Там они ставили сценку к Рождеству. И какие же невероятные голоса у американцев. Вот когда ты смотришь фильмы, там когда они поют в церквях, когда афроамериканцы поют. Невероятно. Фильм очень тяжелый сюжет. И весь фильм как бы совершенно не о Рождестве. Но, тем не менее, там есть линия, связанная с Богом. В конце они ставят сценку рождественскую. Там девушка ставит рождественскую сценку с детьми из приюта. И в конце все завершается невероятным песней, невероятным вокалом. И фильм реально клевый. Он дает надежду на то, что даже в самой конченной ситуации, в самой грязной ситуации, все равно, если ты человек, и если ты хочешь найти выход, то он будет. Ты только его прими для себя. Также я посмотрела... Я в свое время любила группу Отто Дикс, вот. И я даже была у них на концерте. У них был концерт в Детройте, вот. Это музыкальный бар в Донецке по проспекту Ильича, вот. Он... Там буквально в больницу Калинина проезжаешь. И между ней, и между остановкой, где вот там стор, да, получается немножко пройти от больницы Калинина. Должна не видеть музыка. Какой? Мама. Что? Должна не видеть музыка, потому что я. Так, значит, там, проезжая больницу Калинина, ты идешь, идешь немножечко прямо, и там такое вот здание большое, вот, в котором я когда-то в свое время работала оператором, вот. Но об этом мы поговорим немножко позже. И, получается, за этим зданием вот так вот, вот так вот, оп, вот так заворачивается вся эта история. И внизу такое вот как бы подвальное помещение. Там был бар Детройт, вот. И я ходил, я была там на многих очень концертах, вот. Вот, и один из этих концертов был концерт группы Отто Диксвод. И мне очень понравилась песня, которую я услышала совсем недавно, в нужное время, в нужный час, так сказать, песня «Старые часы». Я была в диком восторге. Это просто невероятно, вот. Это там такая атмосфера в этой песне, такая аура. Я в таком была в восторге. Это мне кажется, знаете, даже что? Мне кажется, что какая-то она вот готическая, какая-то она вот невероятная, какая-то такая, ух, я не могу. Такая прям атмосфера, такие чувства прям до глубины. Я не знаю, как мне это объяснить. Я в диком шоке была, услышав эту песню. Я была в диком восторге. Она словно затрагивает какие-то вот прям все закоулочки души. Везде проникает. Каждый закуточек. И такая музыка, я прям даже не знаю. Я просто в восторге. Это надо слышать. Я даже не знаю, как это описать. Это надо слышать. Это вот оно в душе и все. Также хотела рассказать, что буквально то ли перед Новым годом, то ли в начале года, я не помню, то ли в первых числах января, умер легендарный товарищ, вот, основатель, я так понимаю, группы Children of Bodom, Алексей Лайха, человек, который когда-то играл на скрипке. Его сестра увлекалась тяжелой рок-музыкой. И ему эта музыка тоже понравилась. Он захотел научиться играть на гитаре. Он был признан одним из самых быстрых гитаристов, я не помню, то ли в 2010 году, я не помню, в каком году. Вот, на мировом, так сказать, уровне. Вот, у них была очень клевая музыка. Он играл просто как бог. Ему не надо было ни смотреть на гитару, ничего. Он просто играл на автомате, и это было невероятно. Я не настолько сильно любила, скажем так, его вокал, хотя вокал мне тоже нравился, но, скажем, если выбирать между самой музыкой, которую он играл, и вокалом, все-таки музыка мне нравилась больше. Музыка просто невероятная, песня невероятная. Мне эту любовь к этой музыке привил бывший молодой человек, вот, и хоть что-то от него было хорошим. Вот, и, значит, мне очень запала в душу эта группа. Я очень долгие годы ее слушала. Ни один год в автобусах, в наушниках играла их музыка. Ни с одной песней, вот, я проехала и ни один километр, вот, вместе с группой Children of Pod. Там, к сожалению, Алексей Лайхо не стало, вот. Говорят, что у него были большие проблемы со здоровьем. Многие сюда приписывают наркоманию, проблемы с алкоголем. Но я бы не хотела это все сюда вписывать, вот. Так, дубль следующий. Я просто отходила отсюда. Я опять отходила, сори. Вот, я бы не стала приписывать все эти моменты, потому что это не мое личное дело, это его дело, потому что если он действительно портил алкоголем свою душу и тело, так сказать, вот, свой организм, портил его наркотиками, это его личное дело. Это дело его, это дело его жены, которая с ним жила, да, ее это устраивало или не устраивало. Я вообще не вижу смысла это обсуждать. Вот, это дело абсолютно лично каждого человека. Вот. Поэтому музыка у него была невероятная, человеком он был талантливым, вот. Вот, очень много часов, как я уже сказала, я провела в наушниках, в поездках много километров и так далее, вот, с его музыкой. И мне очень нравилось. Больше мне, конечно, нравилась музыка, чем вокал, но тем не менее. И таких действительно талантливых музыкантов на самом деле мало. Вот. Еще мы с Томиром играли в январе в игру, которая называется Tiny Hope. Это кубик льда. Иногда он становится каплей воды, а иногда облачком. Вот. И это типа как последняя капелька воды в мире. Вот. И мы были в восторге. Нам эта игра очень сильно понравилась. Вот. Мы в нее очень много играли, но у меня как-то в самом начале еще не сразилось. Почему-то с ней не получалось понимать вот ходы некоторые. Вот. И именно по этой причине... Именно по этой причине, к сожалению, я перестала играть в эту игру. Вот. А Адамир... Ну, то есть я своими домашними делами там пошла заниматься. Еще чем-то. То есть не получается. Не могу разгадать. Присматривая в Ютубе, как пройти этот уровень. Не получается все равно. И пока я занималась своими хозяйственными делами, вот. Потом что-то пришла такая в комнату. А Адамир уже там черти какой уровень проходит. Там уже... Там или... Ну, много он, короче, прошел уже очень. Вот. Там то ли 36 какой-то уровень. Я просто не помню уже. Вот. И, в общем-то, пока я поделала свои хозяйственные дела, Адамир уже столько прошел. Вот. У него как-то... Как-то он разгадал ту загадку. И у него пошло, 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 пошло. Вот у него получалось, получалось, получалось. Ну, а раз у ребенка получаться, то как бы, ну, ради бога, хорошо, замечательно. Вот. Я очень рада. И поэтому он как бы сам там очень много прошел. И умничка. Короче, вот. Вот такие вот пирожули. Все. Ничего больше не хочу рассказывать. Вот. Обязательно пообщаемся с вами еще. У меня действительно очень большое количество всего, во что мы играли, что я смотрела и так далее. И я всем этим очень хочу поделиться с вами. И обязательно поделюсь, но только уже в других видео, в другой раз. А мне нужно бежать, потому что у меня болеет ребенок. Мне надо перемыть посуду, потому что я вчера лежала с отравлением, вот. И смотрела за малым с температурой. У меня накопилась огромная гора грязной посуды. Мне нужно посуду перемыть. Я хотела вчера сделать генеральную уборку, как бы по плану она была. Если бы я не отравилась, она бы и случилась с генеральной уборкой. Еще я хотела педикюр сделать. Я хотела маски сделать для лица, для волос. И, блин, ничего не сделала, потому что я слегла просто с отравлением жутким. Поэтому обязательно займусь этим вопросом. Но уже сегодня, а не вчера, как планировалось. Все. Пока-пока-пока, мои хорошие. Вот, до новых встреч, до новых видео. Берегите себя, не болейте. Пейте, если пьете на празднике или на романтике, то пейте качественный алкоголь. Я не думала, что мне станет так сильно плохо. Вот. Муж вообще был в шоке, потому что у него очень крепкий стиль на организм. Чтобы ему стало прям плохо, это он сам в шоке, что так могло произойти. Вот. Ну, ребенок заболел. Поэтому мы на рицу не поехали. Как я уже много, в который раз говорю про эту рицу. Но обязательно поедем на этих выходных, если малой будет себя хорошо чувствовать. Или еще на следующих. В ближайшие выходные, эти или следующие, мы обязательно съездим на рицу. И обязательно возьмем вас с собой. Пока.